Девушки отдыхают Сейран обо всем рассказала за столом. Орхан. Орхан. На подобные темы мы поговорим потом. Сначала уладим это дело. Итак, господин Ферит, продолжай. Да, дедушка. Это она. Этот тип оказался нехорошим. Я ей тысячу раз твердил, просил сторониться его, говорил, что он опасен. Он сразу же стал враждовать со мной. Даже один раз вломился к ней в дом и совершил погром там. Я и так знал, что он может пойти на подобное безрассудство. Рыдая, она позвонила мне. Я не смог придумать более безопасного места. И привел ее в особняк, дедушка. Ничего в голову не пришло. Сынок. Лучше бы ты рассказал мне, что дела приняли серьезный оборот. А у меня была такая возможность, отец? Что дальше? Что же такого произошло, что дела дошли до перестрелки, Ферит? Потом мне позвонил отец Киазым. Сказал, что хочет поговорить со мной. Скинул мне адрес. Я выехал из дома, но не предполагал, что за мной следят. Вообще-то дела не дошли бы до перестрелки, если бы отец Киазым не ударил головой одного из них в мою защиту. И в суматохе они начали стрелять. Ладно, с твоим отцом все понятно. Но почему ты изначально не пришел ко мне? Когда бы я отказывал нуждающимся в помощи? Дедушка, я не хотел, чтобы ты переживал. Думал, что как-нибудь сами справимся. Думал, что справитесь. Ты так справляешься, Абедин. Ладно, допустим, что этот мальчишка еще молод и пошел на поводу эмоций. Для чего мы приставили тебя к нему? Дедушка, Абедин ни в чем не виноват. Замолчи! А если б с ним что-то случилось, ты смог бы ответить за это, Абедин? Простите, мой господин. Кто они такие? Чьи это люди? Это многочисленная семья, мой господин. Тот тип, о котором рассказал Ферит, единственный сын этой семейки. После смерти своих родителей ему пришлось стать главой семьи. И твоя очередь подойдет, Абедин. И твоя очередь подойдет после Архана. Я собственноручно накажу вас обоих. Простите меня, мой господин. Несмотря на мои предупреждения. Несмотря на все свои обязательства. Ты смеешь что-то говорить? Отец. Хватит. Вы принимаете меня за ребенка? Думаете, что загоняя меня в угол, ставя мне условия, следя за мной, вам удастся удержать меня на коротком поводке? Таким образом, вы еще больше наталкиваете меня на ложь. Ты не замечаешь этого? Абедин ни в чем не виновен. Говорю же, почему ты не слышишь? Ферид, замолчи. Мне лучше знать, кто и в чем виновен. Абедин убирайся с глаз долой. Слушаюсь, господин. А ты возвращайся к своей жене, оставь нас одних. Хорошо, дедушка. Орхан. Слушаю, отец. Поговори с Латифом. Он, наверное, приступил к расследованиям. Срочно найдите мне этих псов. Если понадобится, то привлеките посредников. Не позднее завтрашнего дня пусть все предстанут передо мной. Как прикажешь, отец. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok